И всем привет, с вами Travel Camel и я Аня. И сегодня мы находимся в столице штата Санта-Китальона в Бресвелле, одного из самых богатых штатов Бразилии, на минуточку, в городе Флорианополис. Этот город залетел в мою голову совершенно случайно. Я не помню, кто, когда и при каких обстоятельствах обмолвился, что Флорианополис — это его любимый город Бразилии. Это был кто-то из путешественников на YouTube, и я просто просматривала рандомные влоги. И это слово засело мне в голову. Когда я увидела, что я нахожусь недалеко от Флорианополиса, а точнее, он находится прямо по пути из МТВД у Принута-Жанейра, я поняла, что судьба хочет, чтобы я сюда приехала. Однако я уже не так сильно в этом уверена, потому что это город-курорт. На постоянке тут проживает примерно полмиллиона человека, а во всей агломерации, то есть город плюс окрестности, около миллиона. Сам город расположен на острове, а вторая часть — на материке. Между городом и материком проходит мост. Мост тут пользуется суперпопулярностью, и это просто такое знаковое место, которое фоткают риски, которое есть на всех открытках. В общем, символ города не иначе. Хотя, казалось бы, 42 пляжа в окрестностях. Можно было бы сделать пляж своим символом города. Считается, что пляжи Флорианополиса самые чистые и живописные, потому что каждый может тут найти развлечение себе по душе. Можно лежать, загорать и нежиться в воде в тихих пухточках. Можно кататься на серфе в открытом Атлантическом океане. Можно снорклить с маской, с трубкой. Живности не так много, но есть на что посмотреть. Можно кататься на каяках, опять же, в тихих заливах. В общем, вариантов просто масса. Последний день во Флорианополисе, и будем двигаться в Рио. Сегодня чудесный день, но уже с вечера обещают дожди, поэтому время, чтобы уехать, я нашла самое подходящее. Теперь самое главное не замочиться, пока идем на автобусную станцию. Ну вот, только музей открылся, а мы с вами уже уезжаем. Не удастся посмотреть все, что хочется. Но музеи тут явно не главная достопримечательность. Ну все, когда хочешь сесть на диету, а тут тебе паштет доната. Просто самое лучшее, самое вкусное, что есть на свете. Прикольно находить зеркала в разных местах и фоткаться со своим багажиком. Очередная песня. Пришла на автобусную станцию за полчаса, чтобы все неторопливо сделать. И если бы не охранник, который просто схватил мой телефон и сказал, сейчас я тебе помогу, мне кажется, я бы никогда не нашла сама эту стойку, потому что я взяла билет у какой-то супернеизвестной компании по ходу. Соответственно, у нее нет своего представительства тут. Она стоит под другим именем в дальнем конце зала. И даже он спросил у человека на стойке информации, типа, как вы решили, что люди вас найдут? Типа, хоть какая-нибудь информация могла бы быть. В общем, побегалась. Испугалась. Пришла за пять минут до посадки. И мне говорят, слушайте, а ваш автобус задерживается? Я такая, чего? Ну, автобус еще не приехал из другого места, где он был. Так что будем сидеть и ждать не знаю, сколько, пока автобус приедет за нами. К моему счастью, автобус опоздал не так надолго, всего на полчаса. Когда тебе предстоит переезд длиной 20 часов, полчаса вообще не считается. Как вы видите, облака начали сгущаться по мере того, как я удалялась от Флорианополиса. И раз уж день у нас сегодня такой в переездах, давайте немножко расскажем им об истории Бразилии. История Бразилии сильно отличается от истории других стран Латинской Америки, потому что, как вы помните, в Бразилии говорят на португальском, а это значит что? Это значит, что страна раньше была в колонии Португалии. В 1500 году страну открыли для европейцев. И, соответственно, спустя каких-то 50 лет она уже ушла в прямое подчинение королю Португалии. И существовала в таком режиме аж до 1822 года, когда страна получила независимость. И если во всей остальной Латинской Америке борьбе за независимость, у нас часто было два действующих лица, это Сан-Лазар и Сан-Мартин, то для Бразилии история вообще своя собственная. После того, как они стали независимыми, еще до 1888 года 19 века существовало рабство. Рабов в Бразилии было много черных. Их привозили, соответственно, из других португальских колоний в Африке, например, Ангола, Мазанвик. Именно этим объясняется сейчас то, что местное население очень не похоже своими чертами лица на своих соседей. На самом деле, этническое и расовое разнообразие в Бразилии огромное. Это сразу бросается в глаза. Сейчас меня легко могут принять за бразильянку и начать со мной говорить по-португальски, просто потому что такое разнообразие есть лиц и вариаций, что у людей даже в голову не приходит, что ты можешь быть иностранец. Независимость в Бразилии провозгласил Педро I, который спустя каких-то 4 или 6 лет стал королем Португалии. В общем, личность весомая и к нему в истории относится позитивно. Хотя в целом сложно сказать, что в Бразилии к Белому относится позитивно. Я в университете изучала португальский, и нам как-то ставили мультик, в котором показывали, как белые приехали и убивали коренное население. Это детский мультик по федеральному каналу. Мне кажется, такое очень влияет на восприятие. Я была тогда шокирована, я недоумеваю и сейчас. Но, опять же, возвращаясь к самоидентификации людей, ты можешь подойти к белому-белому бразильцу, спросить, как он себя определяет, и он скажет, что он смесь. То есть они все считают себя никсом. В принципе, так и есть. Я думаю, очень мало семей, которые поддерживают свой цвет, свою расу на протяжении многих лет, потому что речь идет о чувствах, а не о цвете, правильно? Соответственно, даже белые люди считают себя мулатами или никсом. Да, это забавно. Под вечер сделали остановку, где можно было покушать и закупиться продуктами в автобус. Тут своя атмосфера. Можно вот колобас, луи-вуэтон купить. Луи-вуэтон, конечно, наверное, не знает о таком, но колобасы знают. Ну, а про подделки Стэнли я вообще молчу. Вход интересный по карточкам. Выход по этим же карточкам при полной оплате счета в ресторане или чека в магазине. Рандомный и занятный факт. В Бразилии есть торговые центры, для нас с которыми ставят мини-копии статуй свободы. Первый раз удивилась, потом привыкла. На сегодня это все. У меня впереди 20 часов пути, а у вас, надеюсь, хороший день. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова